и так ну что ж ариару мои маленькие любители покушать и космических путешествий у микрофона как всегда ваш покойный слугам амору и это большие изменения в мои любимые игрушечки факторио субботом красторио 2 и space exploration как я люблю это говорить и всегда об этом говорю с закатом произошли какие-то колоссальные изменения я достаточно много часов закатом наиграл как вы можете видеть я достроил наконец-то гальминитовое безумие финальный этап производства на земле является сам конечный продукт в виде гальминита это же весь уже сам процесс не помню настолько это давно было даже после этого я еще кучу всего делал по моему мы как раз с вами остановились на том что хлорид гальминя мы получаем дальше он идет здесь в центрифугах вместе с медными кабелями перерабатывается в гальминитовый порошок гальминитовый порошок вот здесь вот превращается с помощью пирофлюкса в расплавленный гальминей и гальминей уже идет по трубам проводам и образуется превращается в слиточки где его уже забирают и впоследствии надеюсь будут отправлять на орбиту при помощи вот этой вот нашей космической станции в этих схемах нет абсолютно ничего такого что мы раньше с вами не видели они получились достаточно маленькими и компактными но надеюсь что на финальный итоговый продукт это никак не повлияет так же как я обещал и говорил в прошлой части я производство гальминита перевел на наивис на нашей пустынной холодной планете осталось лишь добыча и постепенно на я здесь и вижу кончается и нужно будет новые жилы крионитом здесь разведывать и добывать но это будет позже и вот это вот все производство которое здесь было я снес и оставил лишь вот эти доставочные пушки я понимаю то что таким образом я трачу гораздо больше капсул доставочной пушки но пока что у меня нету другого выбора и я не знаю как на ограниченном количестве ресурсов выйти из данной ситуации я очень сильно не хочу выходить из границ этой базы и воевать как-то с кусаками мне лучше сейчас затратить больше и потом затратить гораздо меньше на восстановление безопасности от обороны ну и соответственно я начал постепенно разведывать новые территории строить новые цеха в очередной раз а здесь у меня будут этих трех цехах расположилась банальное производство из корианита но в этом месте я сделал еще одну службу доставочной пушки я сейчас смотрю и как быстро у меня удалось это все объяснить хотя было затрачено гигантское колоссальное количество сил на это для того чтобы просто привести все это в порядок и сделать то что мы уже не раз с вами делали мне остается дожидаться когда в нужном масштабе все эти производства начнут работать и постепенно все это сможет нормализоваться в этой же серии у меня тоже не менее наполеоновские планы мы продолжаем с вами делать новые исследовательские пакеты на планете лишь нам останется организовать по сути очень простую схему где четыре космических фабрики будут из слитков преобразовать все это в пластины не могу я отправлять туда сразу пластины хотя их в пачке помещается в два раза больше сугубо потому что пластины по какой-то причине нельзя отправлять с помощью капсул доставочной пушки что на мой взгляд несправедливо сегодня мне предстоит начать исследование и изучение вот этих четырех разных типов данных постепенно если мы с вами будем начинать то допустим вот эти вот данные о проводимости в данный момент мы без проблем сможем производить понадобится только лишь центр электромагнетизма который пока что я не знаю как сделать но если заготовлю необходимое количество ресурсов думаю с проблем с этим не составит грубо говоря данные проводимости у нас в кармане все ресурсы для этого уже имеются так прежде чем начинать производство там же каталоги потребуется и для создания вот этих вот энергетических открытий как я помню а энергетические открытия в свою очередь потребуется для создания энергетических симуляций и если я допустим даже их меня местами и вместо четырех затрачиваем их становится их 40 только исследовательских серверов я боюсь не осилю моя фабрика просто не осилит а вот 12 на всего один исследовательский сервер вполне возможно я понимаю то что в таком случае скорость исследований которые у нас будут не такая будет большая но я готов с этим смириться чтобы хотя бы полномерно начать все эти измерения дальше если мы просмотрим данное электромагнитное поле все эти ресурсы тоже есть кроме ионного потока но как я погляжу и он и поток делается из редких металлов и потока плазмы а поток плазмы насколько мне не изменяет память делается до безумия просто излить и химического гелия это это уже имеется там в космосе то есть грубо говоря нам нужно туда уже лететь и просто ставить строить все то что у нас уже имеется просто это необходимо делать и сделать то есть грубо говоря нам сейчас просто предстоит автоматиза cthe всех этих процессов я хочу поскорее хотя бы в минимальном масштабе попробовать сделать все это производство для того чтобы открыть поезда и рельсы если будет так то мне кажется налаживать всю инфраструктуру в космосе будет гораздо легче и мы сможем отказаться от шины с низкой и и проводностью начнем пожалуй самого простого на мой взгляд данные о проводимости здесь потребуется плиты и в таком случае понадобятся всего два завода для производства этих плит звучит достаточно легко и начнем пожалуй с центров электромагнетизма здесь потребуется плиты и куча всего остального я так понимаю мне на все ресурсы не хватит ни аккумуляторов ничего попытаемся сейчас конечно выкрутиться подручными методами может быть тут меня что-то имеется уже в наличии что можно было забрать разобрать и все-таки до собирать все это необходимое как-то так я планирую всю эту схему не думал что проблемы будут в громоздкости этой конструкции хотя было довольно очевидно что нашим узким горлышком будет неспособность размещать больше количество устройств здесь пришлось немножечко заморочиться конечно с жидкостями но главное что по сути здесь все размещено и два незамысловому контура подведено здесь зеркально отраженные центры электромагнетизм располагается и вот здесь вот допустим пойдет у нас теплая жидкость а по вот этому контуру холодная снова теплые снова холодные и так они будут чередоваться друг с дружкой останется лишь только это все подключить а тянуться придется вот аж отсюда во жесть далековато контуры соединил сейчас дроны это должны достроить и я понимаю то что вот эту систему с охлаждением терможидкости я проектировал совсем не рассчитывая что терморегуляционные жидкости понадобятся практически везде в остальном и просто здесь проектировал по минимуму но эта система по сути отвечает за производство и за воспроизводство в дальнейшем по сути если так посмотреть терможидкости будет хватать на все необходимые нужды сугубо потому что она здесь успевает охлаждаться и не будет ее хватать лишь в одном случае если вот эти тепловые радиаторы не будут справляться с ее охлаждением а так давление и в системе по моему должно будет хватать пока что я не знаю куда именно буду вводить все эти конечные системы но давайте допустим вот сюда вот в эту часть выведем здесь будут храниться данные проводимости у нас здесь еще идет мусор и от мусора придется избавляться по той схеме которая нам уже известно просто здесь появится еще одна линия конвейеров которая весь мусор будет выводить вот сюда когда же здесь достроится пол ну и конечно же фильтр на мусор так теперь точно мы с тобой закончили один из четырех компонентов есть если мы за сегодня справимся хотя бы еще с одним то уже будет я считаю победа потребуется центров электромагнетизма еще 13 штук жесть какая-то я вот смотрю вот в этой системе очень большое количество химического гелия и очень великий соблазн у меня его отсюда забрать для дальнейшего производства но я так не могу поступить поэтому мне придется здесь заново делать 19 генераторов плазмы ты серьезно что тут за масштабы производства ожидаются и что за скорости но хотя бы биохимический центр один нужен уже радует но я боюсь представить что у нас ожидает здесь а знаете что я тут обнаружил пока все это строю то что здесь нужны не вот эти вот карты а чистые исследовательские на ранних этапах производства то есть я должен и как-то отседово выводить ну пока что я вижу только способ дронами по-другому я просто не знаю как это делать а это вневременно придется сносить наверное все возможно в будущем невозможно а точно в будущем я сюда скорее всего отправлю очень большое скопление транспортных дронов чтобы смогли справляться со всей этой сложившейся обстановкой но пока тысяча пустя карточек здесь складируется ничего страшного в этом нет но теперь хотя бы я чистые карты памяти в логическую сеть включил и уже неплохо но вот и строительство вот этой схемы идет полным ходом мне не хватает лишь здесь редких металлов их у меня как я полежу нигде нет и для них точно потребуется делать отдельную выгрузку по типу вот такой вот или же можно сделать выгрузку прямо вот сюда теперь вся плазма отсюда точно будет выводиться без проблем и останется лишь ее суда вот запиховывать а для трансмиттера не хватает аккумуляторов ладно ничего страшного и останется здесь еще ускоритель частиц запустить и 13 центров электромагнетизма и вот прошло еще какое-то время все это время я продолжал здесь строительство уже несколько раз мне приходилось туда-сюда возвращаться и летать и вот такие примерно у меня успехи генераторы плазмы полностью достроены и здесь функционирует плазма которая в не генерируется помещается в резервуар из резервуара она идет в ускорители частиц вместе с редкими металлами это все преобразуется в ионный поток который в свою очередь должен будет загружаться вот в эти центры электромагнетизма в которых уже впоследствии должны будут делаться данные электромагнитное поле сразу как только у меня доделают здесь трубы я смогу сделать наконец-то и нормальную здесь разводку приточку сюда прохладной жидкости и отточку отсюда отработанные жидкости а все остальные ресурсы по сути уже подведены останется лишь манипуляторами их сюда загружать тут очень мне пришлось заморочиться на самом деле с проводами здесь должны подводиться целых три типа жидкости и поэтому здесь получилось на самом деле мешанины из проводов и очень поздно я догнал что видимо от нас сборочка требует чтобы мы побольше использовали модули скорости здесь иначе такие большие масштабы просто вообще невозможно практически на мой взгляд здесь размещать генератор плазма да мы могли бы использовать эти модули и по-хорошему нам бы потихонечку начинать на них переходить да это требует большее количество энергии но зато экономит пространство которое здесь жизненно необходимо то есть грубо говоря вот эту строчку мы с вами выполнили это можно сказать по сути 50 процентов от только энергетических каталогов а еще здесь куча всего внутри этого самого предстоит сделать но пожалуй это и все остальное нам останется сделать уже в следующей серии за кадром мне предстоит очень много работы как минимум дождаться когда смогут произвести из трубы у меня с ними возникло какое-то недопонимание судя по всему очень наблюдается по ним серьезно нехватка но думаю за кадром я смогу это все это делать а также за кадром смогу вывести отсюда и сделать нормальный выход продукции и на такой прекрасной ноте пожалуй пока что на сегодня на этом все всем спасибо что смотрели у микрофона был как всегда ваш покорный слуга мамору еще услышимся спасибо 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 спасибо